В Омске прошел конкурс парикмахеров «Городские трансформации». Он объединил несколько десятков молодых стилистов. Проект проходит в рамках масштабного форума «Арт-резиденция» при поддержке Межгосударственной корпорации развития. Какие идеи представили омские парикмахеры и можно ли в стрижке отразить дух города, расскажет Юлия Боброва. Подготовка к конкурсу парикмахеров начинается за несколько часов до главного действия. Работа трудоемкая. Изумрудные локоны, челки, закрывающие глаза, серебристые тона и геометрические формы. В каждой прическе уникальная идея. Одиночество человека среди большого города и машин. А как одиночество выражается в прическе? Во-первых, это холодные тона, это более острое настроение. Одиночество бывает разное. В данном случае это более агрессивное одиночество. Человек противопоставляет себя в какой-то мере машинам. На этом конкурсе четыре десятка работ омских парикмахеров, начинающих и опытных. В каждой прическе дух города. Например, модель в образе березы, а это городская романтика. Конкурс «Городские трансформации» проходит в рамках форума «Омская арт-резиденция». Его девиз – люди и город, а поэтому урбанистическая тема здесь ведущая. Прически, конечно, в основном необычные, но некоторые из них вполне подойдут для повседневной жизни в мегаполисе. Я очень постаралась. Хотела передать ее индивидуальность, нежность. Потому что в обычные дни люди забывают о своей креативности, о своей изюминке. И очень часто потоки времени спешат куда-то и не выражают свою индивидуальность. У вас такая необычная прическа. А вот вы бы вышли с ней в город? Знаете, думаю, да. Наверное, все-таки по настроению. Если бы у меня был какой-то порыв эмоций, какое-то желание, я бы обязательно вышла. Работы оценивали по нескольким критериям. Цвет, форма, фактура. Но главное – соответствие теме – люди и город. Для Омска это очень сильно. Это действительно достойная работа. У меня появились уже свои фавориты. Я не могу это отрицать. Но иногда кажется, когда смотришь на таких мастеров, что города мало. И действительно, такие сильные работы достойны выставляться на международных конкурсах. Мне понравилось. Именно цветом отношения с природой высказано как идея. Очень круто. Правда. По итогам победителям достается множество призов. Гран-при – поездка на фестиваль красоты в Санкт-Петербург. Впрочем, главное – заявить о себе. Юлия Бопрова, Антон Щетинин, Константин Демиденко. Новости. Здесь Омск.